Какая упаковка опасна? Маркировка на пластике. К пластику надо относиться крайне внимательно. Важно помнить, что любой, даже самый, казалось бы, безопасный пищевой пластик, при нагревании до температуры свыше 40 градусов, начинает выделять бисфенол А, сильнейший яд для нашего организма. Старайтесь всячески избегать контакта с нагретым пластиком и ни в коем случае не хранить в нем пищевые продукты. Выбирая пластиковые емкости, посуду, стаканчики, обратите внимание на маркирование. На каждом изделии должен стоять значок, обозначающий из какого материала произведен данный товар. Вот об этом и поговорим сейчас. Внимание на экран. Маркировка пластика. 1. Полиэтилен терифталат. Обозначается цифрой 1. Относится к наиболее распространенным видом пластика. Такой пластик используется в основном при производстве одноразовой тары для напитков. Применяется в производстве бутылок для пищевых напитков, соков, газировки, воды и других безалкогольных напитков. Из этого пластика создают бутылочки для масел, шампуней и одноразовых контейнеров и тому подобное. Чем опасен этот пластик? Продукцию из него нельзя использовать дважды. Такой вид пластика при повторном использовании начинает активно выделять токсичные вещества. Например, фталат. Он способен накапливаться в организме человека и распространяться по всем тканям и органам. Наносит вред работе гормональной системы, легких и печени. Кроме того, фталат проникает через плаценту. Поэтому при беременности он может навредить и будущему ребенку. Если ПЭТ при вторичном применении контактирует с пищей или водой, то все ядовитые вещества попадают и в них, а соответственно и в организм человека, употребившего данную еду или жидкость. Никогда не используйте повторно этот вид материала. Второе. Полиэтилен повышенной плотности. Обозначается цифрой 2. Применяется в производстве бутылок для шампуней, пакетов, тары для отбеливающих жидкостей, детских игрушек, прочных емкостей для пищевых продуктов. Из него моделируют разные канистры, крышечки, упаковку для бытовой химии. Емкости из этого пластика можно считать безопасными, однако при определенных условиях он способен выделять формальдегид, который оказывает влияние на центральную нервную систему, репродуктивную и дыхательные функции организма. Поэтому использовать необходимо с осторожностью. Третье. Поливинилхлорид. Обозначается цифрой 3. Один из тех пластиков, которые вредно использовать для пищевых изделий. Основной сферой применения такого пластика является изготовление тары для моющих средств и прочей бытовой химии. Еду в нем хранить нежелательно. Из него изготавливают оконные рамы, упаковывают таблетки и косметику, производят термоусадочную пленку, поэтому обычно контакта с продуктами питания нет. Чем опасен пластик ПВХ? Хоть из него и производят изделия, контактирующие с пищей, но применять этот пластик для хранения продуктов нельзя. ПВХ содержит бисфенол А, винихлорид, фталаты, иногда ртуть, кадми и прочие вещества. Жечь изделия из него также крайне опасна для здоровья. Они будут выделять сильно токсичный диоксин. Это вещество способно навредить иммунитету и репродуктивным способностям организма человека. Также диоксин вызывает нарушение работы гормональной системы и способствует появлению раковых заболеваний. Одним словом, ПВХ выделяет критическое количество токсинов. Четвертое. Полиэтилен пониженной плотности. Обозначается цифрой 4. Условно пищевой пластик. Из него делают полиэтиленовые пакеты, пакеты для мусора, линолеум, пищевую пленку. Этот материал является безвредным среди всей линейки пластмасс, хотя для пищевых продуктов его не используют. Единственная опасность кроется в том, что он способен выделять формальдегид при нагревании и разложении. Пятое. Полипропилен. Обозначается цифрой 5. Считается безопасным материалом для продуктов. Из него выполнены емкости для детского питания, контейнеры для еды, трубочки для сока, тара для йогурта, сметаны и т.д. Чаще всего его используют для производства детских игрушек. Он является термоустойчивым, но при высоких температурах выделяет формальдегид. Нельзя использовать полипропилен для бутылок под алкоголь и газированные напитки. Частое использование посуды из этого пластика может нанести вред почкам, так как полипропилен может выделять фенол. Шестое. Полистирол. Обозначается цифрой 6. Полистирол, который существует в двух разновидностях, в спененном и обычном. Чаще всего встречается в виде пенопласта. Из него сделана часть контейнеров для еды. Встречается в подложках под мясо и яйца в фасованных полуфабрикатах. Его также используют при изготовлении посуды для холодных напитков. Несмотря на широкое производство, полистирол не подходит для продуктов питания. ПС-пластик выделяет токсичный стирол при нагревании, повторном использовании, контакте с некоторыми пищевыми элементами. Данное вещество вызывает нарушения в работе печени, почек, нервной и кровеносной систем. Этот вид материала относится к опасным. Седьмое. Прочие виды. Обозначается цифрой 7. Этот материал не относится ни к одному из перечисленных выше и представляет собой смесь из разных полимеров. Сюда входят как безопасные пластики, так и вредные. Чаще к 7 группе относится поликарбонат. Из него делают пачки под сыр, кофе и корм для животных. В основном этот тип пластика встречается в детской посуде и бутылочках, одноразовой посуде, кухонных приборах, стеклах для очков, медицинском оборудовании, электронной и автомобильной промышленности. При обнаружении данной маркировки покупать продукт с ней не рекомендуется. Дело в том, что некоторые полимеры могут содержать бисфенол А, опасное для людей вещество. Емкости из такого материала не стоит греть в микроволновке, так как это приведет к выделению в пищу бисфенола А. Никогда не используйте повторно пластиковые изделия, помеченные цифрой 7. Эта группа включает в себя много видов вредных химических веществ. Выводы. Первое. Для хранения продуктов используйте только пластики, отмеченные цифрами 2 и 5. Второе. Пластик других категорий не используйте для хранения продуктов. Третье. Не используйте повторно PET-бутылки и не разогревайте еду в микроволновой печи в пищевых лотках, в которых вы ее купили. Четвертое. Не приобретайте минеральную воду в пластиковых упаковках, стоявших на солнце. А лучше всего покупайте напитки, в том числе такие как молоко, кефир, йогурт в стеклянной таре. Пятое. Если обозначений на упаковке нет, рекомендуется воздержаться от покупки. А теперь проверьте весь пластик, который у вас есть в доме и избавьтесь от вредного. Кстати, какой по вашему мнению пластик самый безопасный? Напишите об этом в комментарии.